Всем привет, меня зовут Серега, Сайбербанана, и сегодня у нас эксперимент. Мы будем решать, какое разрешение все-таки круче. 16 на 10 трогать не будем, это золотая середина между одним и другим. Но, что лучше, 4 на 3 или 16 на 9? Я сыграю ровно две катки, возьму подписчиков, они будут играть тоже на таком же разрешении. И потом подведем итоги. Согласен? И, кстати, напиши в комментариях, какое разрешение для тебя самое крутое. Ну что, лайкусик, подписочка, колокольчик, начинаем. Тут я для тебя подгончик, кстати, приготовил. Первая ссылочка в описании. Каждую неделю проходит розыгрыш у меня в группе ВКонтакте. Все, что нужно сделать, там пару раз куда-то там нажать, и все. Жопа подотри. Разводри, говорил, если че. Да, мы играем все теперь. Сейчас что сдастся на 9 в этой катке? Как тяжело мне дается стрельба. Хорош. Хорош. Я говорю, 16 на 9 пушка, брат, ну ты че. Я забрал. Худо. Забрал. Это бот. Да, вот, 16 на 9 пушка, все видно, идеально, круто, красиво. Просто разваливаю кабин. Спина, давай, дефьюз. Сейчас его убьет человек. Салют в нашу честь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, ну, глоточек цикория за нашу команду. Теперь они... Должны уже сами подзатащить. Пушка. 16 на 9 разрыв. Ух, с второй пулемет. Дай свою голову! Последний Б, последний Б, ребят. Все, домой. Банана пик. Тег в описании. Ставь себе, вырубай, нагибай, показывай мастерство. Звони в дверь. Знаешь, как в страшилках. Откройте, откройте меня, преследуй. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чуковша полосит будет. Вот прям просто вот сюда вот прибежит сам. Смотри, даже без рук. Сейчас убью его, смотри. Я тебе говорю. Просто... Чуика. Хе-хе-хе. А, закрыто. Ну, теперь сделаем то же самое. Только поставим 4 на 3. И посмотрим, насколько мы хороши. Вот счет сам. Видишь, 16 на 9, как это было. Давай посмотрим 4 на 3, что будет. Ощущения становятся такие, что ты какой-то стал жирный. Тебя, ты стал намного ниже. Ты стал каким-то лилипутом, карликом. Так вообще, ты даже на контр-то особо не садишься. В 16 на 9 ты прям, когда нажимаешь контр, чувствуешь, что тебя приземляет. А тут? Типа тут стоишь, сидишь. Разницы в результате никакой нет. Хорошо. Забрал. Ладно. Все жирные какие-то. Я там привык на 16 на 9, что там выходит. Я такой дернул, он убил. 4 на 3. Он только показал свое тело, а я уже дернул мышкой. Ладно, хорошо. Посмотрите дальше. Вот что в 4 на 3 нечет. Слишком быстро двигаются моделики. Слишком быстро. 16 на 9 такого нет. Жирные скоростные модельки. Так, хорош. 4 на 3 рабочие темы. Я не знаю, как играть. Стул минус 68. Вот вы сами видите, что вдали ты просто видишь силуэт модельки. Да как это делается, я не знаю. Как чувствуешь себя с авиком? Даже сами видите, сейчас моделька вроде только появляется, она такая хлоп, уже проходит. Вот вам 4 на 3. 4 на 3. Ладно. Попал чудом каким-то я попал. Я не знаю, как это делается. Просто я... Они слишком быстро двигаются. Я не могу сделать ничего. А я перейду. Да я не могу попасть... Я просто не могу попасть... Фух, попал. Неужели я попал? Я не смотрел коннектор, брат. Я... Ты говня на 4 на 3. Заходим. Алло, что стоим? Еще. Ставь, ставь, ставь. Ой, фу, как это потно, пацаны. Да, ребят, спасибо, спасибо, красавчики. Скажу так. Вот откровенно, лично вам скажу, что 4 на 3 играть неудобно, если ты на нем не привык играть. Если ты привык, чтобы у тебя были хорошие, качественные текстуры, чтобы тебе было обширное поле зрения, чтобы у тебя банально не было каких-то жирных моделек, все просто. Ты берешь и ставишь 16 на 9. Но если твой компьютер говорит тебе, брат, я хочу играть 4 на 3, не тяну я твои 16 на 9. Если ты привык уже играть 4 на 3, привык к этим жирным моделькам, и если вдруг ты готов просто бегать с обрезанным монитором, тогда тебе выбор 4 на 3. Лично я выбираю 16 на 9, по видео ты увидел, мне там более комфортно играть. Ну а кстати, на каком разрешении играешь ты? А ну напиши в комментариях, мне дико интересно, поэтому братан, давай, с тобой был Серега, Сайбербанана. Увидимся в следующем видео, ну и что? Посмотри вот этот годный контент. Для тебя старался. Пока-пока.